Вся слава принадлежит Ему, вся слава. Знаете, Библия говорит, что Бог, Он не даст своей славы больше никому. Вы же знаете об этом. Но также знаете, что нас Он хочет ввести в свою славу. Он не дает тебе, не дает мне, но Он говорит, войди в мою славу. Аминь. Так что вы благословлены Господом, потому что Господь призвал вас в свою славу. Когда мы пели «Церковь Божия, восстань, освятись», так замечательно, когда мы поклоняемся. Слово же говорим, если мы будем перевести, то получится примерно так, что самое лучшее прославление – это когда мы стоим в святости перед Господом. В экресисте говорит, пусть твоя одежда всегда будет бела, и пусть елей на голове твоей не убавляет. То есть святой и помазанной. Когда стоишь перед Господом, святой и помазанной, то ничего лучше этого нет. Тогда приходит слава Божия. Аминь. Господь, благослови вас. До того, как вы сядете, я хочу обязательно перед небом, перед землей, и тот царь, который живет в тебе, тот Господь, который живет в тебе, он живет не только в тебе, но и в твоем соседе, в том, кто рядом с тобой. Пожалуйста, посмотри ваши глаза, попробуй найти их в христовых глазах, и потом только присаживайтесь. Господь, да благословит вас. Слава всемогущему Богу! Господь, да благослови нашу команду прославления. Давайте поаплодируем им. Слава Господу! Я очень люблю прославление нашей церкви. Знаете, я не знаю, может, это наше, поэтому я ее люблю, не знаю. Не хочу просто вот так просто хвалиться, но я очень их люблю. Может, они и наши. Но, знаете, наше – это хорошее, наше – это лучшее. Если это наше, то нет ничего подобного нашему, потому что для нас нет ничего лучше, чем наше. Может, для других пусть лучше будет ихнее, но наше лучше для нашей, потому что это наше. Нет, нет, знаете, Армения, она лучше всех для нас, потому что это наша Армения. Никогда не меняй Армению ни с чем, потому что это наше. Аминь. Иногда, когда я спускаюсь с самолета, наверное, единственная причина, что я не целую землю, потому что это асфальт. Потому что там асфальт, там нет земли. Или ты просто приходишь в аэропорт, да? Но иногда я вот чувствую это внутри себя. Ты просто приходишь, и ты понимаешь, что ты дома, здесь ты безопасен, и это твое. Бог дал эту землю тебе. Аминь. Наше – это просто замечательно. Это просто вне темы. Слава Господу! Сегодня мы… У нас будет немного такое особенное служение. Вчера первый раз мы попробовали, и для меня это было очень интересно, очень замечательно, потому что никогда не было такой возможности во время служения смотреть свой конспект только сколько угодно. Вчера у меня была эта возможность, потому что немного я говорил, и пастор захотел, чтобы я не служил сегодня один. Я сегодня буду служить с женой. Я буду говорить, она будет поклоняться, я буду говорить, она будет поклоняться. Поэтому я попрошу, Анна, чтобы ты поднялась сюда, на сцену. Но Господь благословит тебя очень. Слава Богу! И сегодня мы вот так будем служить вместе. Господь благословит. Мы начнем с поклонения наше служение. Господь благословит тебя. Господь благословит тебя. Господь благословит тебя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 кидаем в небо. Сегодня я так и назвал это слово. Цени свои молитвы. Если чья-то молитва может изменить решение Создателя, значит, молитва что-то дозначит. Я просто прошу тебя, никогда не молись молитвой, которой ты не веришь. Не молись. Ладно? Когда ты стоишь перед молитвой, то есть, когда ты стоишь перед Господом, что молиться, ты стоишь перед Господом в небо и земле, когда ты открываешь свои уши, что Бог открывает свои уши, никогда недооценивая свои молитвы. Знаете, что Давид сказал в псалмах? Он сказал, Господь Бог, пусть моя молитва, как фимиам, поднимается на небо. Вы помните это место? Знаете, что случилось? Знаете, молитвы, это не просто слова, которые идут на небо. Пусть моя молитва, как фимиам, как благовоние, поднимается к нему. Прошло тысяча лет после молитвы Давида. Тысяча сто лет. Тысяча сто лет. И Иоанн, он был на небе, он видел видение на небе, он стоит, и что говорит Иоанн, то есть, что он видит? Он говорит, я увидел, что вместе с этим поднялся фимиам, и фимиам это молитва святых. Он видит через тысяча сто лет молитву Давида. Он говорит, это фимиам, благовонные, это были молитвы святых. Давид, именно эту молитву имелся. Господь, пусть наша молитва поднимается, как фимиам, к Тебе. Это пусть не будут обычные слова, пусть это будет благовоние. Давайте будем ценить наши молитвы. Господь, мать тебя слушает наших молитвей. Вставай на молитву. Ну, просто так, на всякий случай. Извините, что я так говорю. Ну, я попробую. Получится, не получится. Ну, это же тоже вариант. А не то, позвони родственнику. Это не вариант. Это уже не получилось. Ты стоишь и говоришь, получится, не получится, значит, у тебя не получилось. Никогда не вставай перед Господом. Так, цени свои молитвы, когда ты стоишь перед Господом, небо и земли, как Его дитя. Он уже готов тебя слушать. Даже если, знаете, Господь, Он даже помнит те молитвы, которые ты молился лет 17 назад. Ты начал это молиться тогда, но ты забыл. Он говорит, Господь, я хочу жениться или выйти замуж. 7 лет, допустим, назад ты эту молитву уже похоронил или похоронил, ты уже не молишься вообще. Уже ты поставил там камень и там написано молитва о женицбе в 2007. То есть эта молитва родилась в 2000 году и умерла в 2007. Он куда-то просто похоронил эту молитву. Все, но он не услышал. Все. Господь приходит и говорит, возьмите камень отсюда. Лазарь, а ну выходи вон. Лазарь, а ну выходи вон. Выходи, пусть он увидит, что я помню, не важно, что для тебя эта молитва уже пахнет плохо. Цени свои молитвы. Цени свои молитвы. Представь себе, что этот человек, он уже полностью, все, он уже был осужден на смерть. Все, ничего уже нельзя было сделать. Он после молился короткому молитву. Господь, ты забыл? Конечно, я не хочу так, но, знаете, знаешь, я много чего для тебя сделал. Пожалуйста, сделай что-нибудь. Это короткая молитва. Но слово же говорит, что Господь услышал и он ответил. Однажды мы служили в Алавердии. Господь, он там поднимал церковь и нас он поставил в эту церковь. И город Алавердии, я не знаю. Тогда мы служили. Раз в два дня у нас был час воды. Надо было взять воду, чтобы это было. И этот город был создан, потому что там был завод по обработке меди после Советского Союза. Это закрылось, потому что ничего не было. В нашей церкви работал только один парень. Он заработал тысячи драмов в месяц. Это единственный парень во всей церкви в этом городе. Однажды моя дочка, ей пять лет. Я после говорю, чтобы вы оценили свои молитвы, моя дочка пять лет, она пришла к Анне, моей жене. И она сказала, мама, она потом посмотрела какой-то фильм детский. Сказала, мама, я хочу сниматься в кино. Она живет в Алавердии. Она хочет сниматься в кино. Ей пять лет. Знаете, у Анны есть такой хороший стих. Он говорит, никогда не молись молитву, в которой они сами должны молиться, дети твои. И она сказала своей дочке, это не мой вопрос. Обращайся туда. Иди, Матфея 66, вводи в свою комнату, закрой дверь, и Богу, потому что я и кино, это разные вещи. И она пошла молиться. Через одну или две недели, одну неделю или две недели, в Мосфильм. Помните, Мосфильм во время Советского Союза? Они есть и сейчас. Мосфильм. Не знаю почему, они решили снимать какой-то фильм, в котором главный герой живет в Москве. И основную часть фильма в Москве они уже снимали, но эта девочка, оказывается, она из Алавердии. И они должны прийти в Алавердии, чтобы несколько кадров снимать в ее родном городе. Мосфильм вместе с Хайфильмом 150 человек в разноцветных одеждах, они просто пришли все в Алавердии, весь город просто смешался, и они просто решили, что она должна ходить под нашим окном вечером. А наши дети два года пять лет, они смотрят из окна. Это вечер, просто все света, они все поставили, это единственное место, где светло, она идет по улице, а они просто смотрели за окном. И вдруг они постучали к нам в дверь. Я открываю дверь, и один из операторов сказал, извините, 1040 водить можно, чтобы в вашем балконе мы поставили несколько, просто, свет был сильный там, и когда эта девочка проходит, чтобы у нас был передний план, чтобы мы снимали ваших детей, как будто она проходит, потому что мы были просто перед ним, чтобы эта девушка просто проходила перед вашими дочками. Я посмотрел на свою дочку, я говорю, ну что, получилось? заехал, ну конечно можно. Они поставили все, начали сниматься, и вдруг они остановили. Опять в дверь стучат, я открываю дверь, теперь другой партер. Он говорит, извините, режиссер просто попросил, можно, чтобы ваши дети, пусть они просто о чем-то говорят, на армянском, мы поставим микрофон, и мы просто запишем их голоса, и снимем их. Знаете, это Масфильм, это пятилетняя девочка, она две недели назад помолилась, или одну неделю назад, и теперь, это был такой бонус, две сестренки в кино, аминь? Слава Богу! Слава Господу! Знаете, Господь верен, Никогда не надо недооценивать свои молитвы. Пятилетняя девочка, самое большое, что она могла сказать, наверное, одно или два предложения. Господь Бог, я хочу сниматься в кино, ну, хоть пусть будет, моя дорогая, аминь? Слава Господу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Марко 5 глава Марко 5 глава Марко 5 глава Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 учителя. Все уже, конец. Если придешь, возложишь руки, она будет жить. Он-то приходил, но дочь уже умерла. Ну, кажется, все, а что еще? Моя молитва не была отвечена. Моя молитва не дошла. Да. Надеюсь, рассказал Иисус. А так сильно вот это. Но Иисус, услышав свои слова, тотчас говорит начальнику синагоги, не бойся, только ведь. Не бойся, только ведь. Видите, Иисус, Он не пошел с Ним, потому что у этого человека было положением, был уважаемым, а может, Он еще потом понадобится, да? Если синагоги захочу поповедовать, Он мне даст, это знакомый, да? Нет. Иисус, знаете, почему Он пошел за Ним? Потому что Он сделал короткую молитву, Он сказал, приди, возложи руки, она будет жить. А теперь Он повернулся и говорит, не бойся, только ведь. Чему ведь? Мой ребенок умер, все уже, чему еще ведь? Это же конец. Вы знаете, чему надо было ведь? Тому же слову, которое Он сам сказал, той молитве, которую Он сам сделал. Если ты придешь и возложишь руки, она будет жить. Иисус сказал, слушай, Я-то пришел, позволишь мне руку возложить? Я же еще не возложил, не важно, что говорит ситуация. Твоя молитва говорит, если придешь, возложишь руки, она будет жить. Я пришел, позволишь мне возложить руки? Не сдавайся. Мы идем к тебе. Мы идем, чтобы сделать твою молитву реальностью. И знаете, что говорит Библия? Когда они пришли к Нему домой, Иисус вывел оттуда всех. В 41 стихе написано, взяв девицу за руку, сказал ей, Талифа Куми, что значит, девица тебе говори, встань. И девица точно встала и начала ходить, ибо было лет 12. Видевшие пришли в великое изумление. Он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы ей дали есть. Если придешь, возложишь руку, она будет учить. Играя, Иисус возложил руку. Это ребенок, эта девочка жила, оценить свою молитву, не важно, чтобы эти мастерские. Говорит, что эта девочка уже умерла, но Иисус еще не ответил на свою молитву. Если придешь, возложишь руку, я пришел, позволишь нам возложить свою руку. Я хочу просто твою молитву. Ответи, что верь твою молитву. Я пришел сюда только из-за твоей молитвы, я не пришел сюда потому, что ты начни в синагоге, потому что ты поклонился мне. Нет, потому что ты помолился. Если ты придешь и возложишь свои руки, то она будет жить. Если ты придешь и возложишь свои руки, она будет жить. Иисус пришел, Он возложил свои руки, и все изменилось. Цени свои молитвы, аминь. Никогда не позволь, чтобы Дева пришел и сказал, все, твоя молитва умерла уже, все. Ну, знаете, Иисус, Он еще и тот, кто снимает камень. Неважно, сколько времени прошло, неважно, через что прошла твоя молитва, вообще это не имеет значения. Ты встал перед Господом от сердца. И ты сказал. Однажды мы были в Москве, и одна из наших сестер, она подошла ко мне и сказала, Горджан, я хочу свидетельствовать о чем-то. Просто служение, связанное со служением. Она сказала, я хочу свидетельствовать из моей жизни. Я говорю, пожалуйста. Она говорит, в 2004 году, когда мы пришли в Москву, приехали в Москву, в 2004 году мы продали наш дом в Ереване, мы пришли сюда, в Москву, мы жили здесь, в Москве, у нас была машина, мы жили в аренду. И я услышал какую-то проповедь здесь, и я записал свою тетрадку, что, Господь, моя мечта, чтобы в Ереване у меня была однокомнатная квартира. Когда я писал, для меня это просто было какое-то чудо. Это не было просто мечтой даже. Это просто была какая-то фантазия, что не может исполниться Господь. Дай мне хотя бы однокомнатную квартиру в Ереване. И знаете, что этот блокнот она открыла в 2016 году, через 12 лет. Она уже похоронила это все. Она забыла, что она сказала, что она тогда помолилась. Она записала, и это прошло. Это просто была короткая молитва. Но тот, кто видит, он видит. И когда она подошла, сказала, пастор, знаешь, я просто хочу свидетельствовать, чтобы ты знал. В 2016 году она в Ереване у нее теперь трехэтажный большой дом. Не однокомнатная квартира, а трехэтажный большой дом. Она вообще забыла об этой молитве. Она говорит, когда я открыла этот блокнот, я просто заледенела. Что это я помолилась? И теперь у меня трехэтажный дом и еще одна квартира, очень дорогая, очень хорошо отремонтированная. И вместо вот этой маленькой машины несколько хороших машин. Цени свои молитвы. Когда Бог приходит, Он приходит с бонусами. Когда Бог приходит, Он сразу дает эти бонусы. А ты это хотел, да? И это тоже будет. В салмах написано, что я в замешательстве своем, я подумал, что Господь не услышит мою молитву. Когда ты в смятении, в замешательстве, все твое богословие теряется. Ты уже ничего не можешь верить. Никакое слово уже не приходит. Что происходит? Никто меня не слышит. Но в то время, когда ты должен верить, когда ты думаешь меньше всего, что Бог тебя слушает, и ты думаешь, что Бог дальше всего, в это время Он на самом деле ближе всего. И Он намного более внимательен к тебе, потому что написано, что я бываю с теми, у кого разбитое сердце. Что я не... что эти люди, я не отвергну их. Цени свои молитвы. Когда ты открываешь твои места, небо молчит. Знаете почему? Потому что Господь хочет быть внимательным к твоей молитве. Когда ты стоишь, стоишь на молитве. Просто встряхни себя. Просто забудь все. Встань на несколько минут. Но пусть твоя молитва будет молитвой. Пусть это будет две минуты, но это будет настоящая молитва. Господь, благослови вас. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хорошо? Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Господь, сейчас ты мне даешь машину, что мне делать? Зачем мне эта машина сейчас? Я ведь тогда просил, чтобы тогда я был молодым, я сел, так катался, чтобы все видели. А теперь что мне с этой машиной делать? Я уже все. Перед кем я могу вырисовываться? Уже поздно. А Бог и не дал тебе, чтобы ты вырисовывался. Он тебе и дает. Что вы? Просто ты отвозил святых в церковь в субботу, в воскресенье и назад домой. Вот для этого. Сейчас они 20 лет назад. Потому что тогда не было времени для этого. А теперь пришел ангел Господень и говорит, твоя молитва услышана. Твоя молитва услышана. Я не пришел по другому вопросу к тебе, Захаря, потому что я пришел именно по твоей молитве. Я пришел, чтобы ответить на твою молитву. Что за молитва? Что за молитва? Все уже. Ты посмотри на свою жену. На мою жену. Ты издеваешься? Да тогда у нее еще не могло быть детей. А что теперь с ней происходит? Помните, что сказала Марфа? Он говорит, Иисус. Она сказала, Иисус, ты что? Я знаю, что же, что бы ты хотел от Бога, Он сделает. Он говорит, да? Ты серьезно говоришь? Да тогда отодвигайся камень. О, Иисус. Нет, Он же смердит, Он же пахнет. Но ты же только что сказала, что... Ты же только что помолилась мне, что что бы я ни сказал, Бог даст. Я же сказал тебе, если ты будешь верить, увидишь Славу Божию. Позволишь мне на основании твоей молитвы сделать для тебя чудо. Что бы ты захотел исполниться? Вот я хочу, чтобы камень был отвернут, и чтобы Лазарь вышел. То он же смердит. А что ты сказала мне? Я ценю твою веру, твою молитву. Господь, если это ты, прикажи, чтобы я пришел. Помните, что Петр сказал? Прикажи, чтобы я вышел. Это была короткая молитва. Господь, я хочу идти по воде. Если это ты, прикажи, чтобы я вышел. Он говорит, иди. Была отвечена на молитву. Он сделал два шага. И начал уже все. Он посмотрел вокруг и начал планировать. Почему? Он говорит, ты, маловерный, почему ты не поверил? А чего ему было верить? Своей же собственной молитве. Если это ты, то прикажи, чтобы я пришел. Да, это я, иди. Ну, иди. Это я. А почему ты начал тонуть? Почему ты не веришь в свои же молитвы? Это Господь, Он обращается к нашим молитвам намного серьезнее, чем мы. Относится к ним серьезнее. Захаря, твоя молитва услышала. Что завалит тебя, Господь Бог? Я уже стар, жена уже стара, и у нее не может быть понятна. Ангелин сказал, ладно, я понял. У тебя есть проблема с языком. Теперь решение, мы закрываем твои уста, пока я буду родиться. Ты не будешь говорить, чтобы ты не мешал чуду, чтобы твоя молитва исполнилась. Есть одна проблема, твои уста. Ты будешь, нет, пока я буду родиться, кто к тебе родился. Говорить, сколько будет, а кто к тебе родился. спросили имя, он сказал имя, и он начал говорить, начал славить Бога. Пока мы твой рот закроем. Пока мы твой рот закроем. Знаете почему? Потому что, чтобы то, что ты хочешь, это было исполнено, то, что ты хотел. Захарий, он забыл об этой молитве, он уже вообще ни на что не наделся, но Господь пришел, сказал, я услышал твою молитву. А почему сейчас? Столько лет я хотел. Почему сейчас? Столько лет, Столько лет я хотел, Господь. Именно сегодня это надо было? Я уже думаю, уже поздно. Зачем сейчас? Знаете что? Захарий столько лет. Он просто какой бы был ребенок, любого вида, любого пола, любого состояния, он хотел вообще любого ребенка. Но Господь дал ему и он на крестителя в свое время. Аминь. Если бы этот ребенок был рожден тысяч лет назад, он бы не был Иоанном Крестителем, он не мог бы приготовить пусть для Иисуса. Аминь. Иногда, когда что-то опаздывает, мы думаем, что это умерло. Все, это уже нет, Господь не слышит. Все, это мертво. Но Господь, поверь, Господь, у Него есть Иоанн Креститель. Для каждого из нас. Никогда не дооценивай свою молитву. Никогда не дооценивай. Захария, Твоя молитва услышала. У тебя будет ребенок. И, слава Боже Говорит, что пришло время. И родился Иоанн Креститель у Захарии. Господь верен. Аминь. Господь верен. Возлюбленный. И однажды, наш дорогой брат Марат, я очень его люблю, позвонил, тогда я еще был в Алаверди, позвонил. Он говорит, Горджан, мы с семьей идем в Шамшады. Вот такой вопрос. Это город Шамшады. Это был не такой вопрос, что из-за этого надо было с семьями туда идти. И это одна из деревень. Это рядом с границей. Там постоянно обстрелы. Когда показывают по телевизору обстрелы, это постоянно это деревня. Там или кто-то пропадает, или стреляют. Он говорит, Горджан, пойдем. Я говорю, хорошо, пойдем. Я чувствую, что надо идти. И мы начали идти. Я из Алаверди. Он из Еливана. Мы идем в Шамшады. Это приграничный район. Четыре часа мы идем. И по пути даже, знаете, что случилось? Пару раз мы уже заходили в Азербайджан, потому что мы взяли неправильный путь. И последний раз из одной деревни остались, сказали, после этого стреляют. Не надо идти. Потому что мы не знали, где это. Это просто такие очень... Это деревни, которые не различаются. Но нам уже осталось 6 километров, знаете, через что мы шли туда. Вы когда-нибудь видели окопы? Если вы видели окопы, я скажу, там были окопы для автомобиля, потому что это была граница, и там стреляли. Окопы для автомобиля, такие большие кампы, все были положены. А я пошел в одной машине с такими большими шинами, но резина очень тонкая, это только для европейского асфальта. Это такой Мерседес. И мы вот так через камни на Мерседесе идем. И уже все, это все уже лопается, все диски треснули, уже потому что это не предназначено для этого места. Весь путь, моя жена просто спрашивает, Гор, куда это, в общем, мы идем? Как всегда, у всех мужей есть такое замечательное. Я говорю, Анна Джан, я не знаю, но нам надо идти, я чувствую, что нам надо. Я не знаю, куда. И мы пришли через этот атакоп, мы дошли в эту деревню, думаем, слава Богу, все, Господи, слава Тебе, мы дошли. Пришли, вошли в эту деревню и отправились в дом бабушки, жены Марата. Теперь ей уже 93 года и пошли к ней домой и знаете, что они мне говорят? Ну, вы хотите есть, давайте кушать. Эта бабушка говорит и она приглашает нас на балкон. Знаете, что это был за балкон? Я хочу просто описать. Представьте себе, вот такая небольшая высота, это их дом и это балкон под балконом. Там просто что-то растет, там растет фасоль, растет капуста и после фасоли и капусты уже азербайджанская армия стоит. Вы себе представляете? Ничего нет заграждающего, даже деревни, чтобы у тебя был шанс. Знаете, что, в последний раз оттуда там они была такая бомба и эта бомба, чтобы этот балкон через балкон в зал повернулась. Эта бабушка, она на кухне работала и рядом с ней эта бомба пошла, вошла в стену кухни и она просто не взорвалась. Мы были на балконе, мы сидим, она говорит, если я сяду, я сяду спиной ко всему этому. Я не люблю спиной встречать проблему. Я встречу лицо, все что угодно, пусть будет больно, но будет больно лицу. Но если это спина, то я совсем не любил, я говорю, Господь Бог, я не сяду сюда. Пока ты не дашь мне слово, я не сяду сюда. И пришел с женой, с детьми сюда, дай мне слово, чтобы я сел. И тут сразу из небес, пятый стих Псалма 23, я приготовил тебе стол, наведу твоих фрагов, хорошо, все, я сяду, доброго аппетита нам. Слава Богу, я сяду. Слава Господу. Слава Богу. Он достоин. И перед Господем, хорошо, я сяду. Мы сели, мы поели, мы выпили, порадовались. Это была такая замечательная бабушка, она дала хорошие советы. Если ты молод, хочешь жениться, иди к ней. Она тебе скажет, почему хорошо. Она уже сразу провести семинар о семье, сразу со всеми деталями. И что случилось? В этот день ничего не произошло. Вопрос, а почему нас сюда позвали? На следующий день Марат, потому что он пришел, все уже приготовили еду и все такое. И мы пошли в какой-то магазин. Ну, ты идешь домой, надо же, что-то купить из магазина. И тут эта женщина в магазине, она сказала Марату, Марат, Марат, можно тебе кое-что попрошу? Моя дочка, она бесноватая. Идете ко мне вечером помолиться, пожалуйста. Марат сказал, конечно. Мы пошли там, поели хорошо, они все приготовили барашка, а потом мы пошли в дом этой женщины. И у них дома начали такие странные вещи, потому что их бабушка, она была колдунья, было очень много вот такое колдовство, все эти вещи, они остались дома. И когда она умерла, когда они выходили из дома, свет зажигался, телеса зажигался, выключался, никого дома не было. Там были какие-то тени дома, и очень много бесов они вошли в жизнь этой девочки. Ей было 16 лет, она немного нехорошо себя вела, и весь этот букет бабушки пришел к ней. Она даже на машине сбила человека, этот человек умер, она была полностью бесноватая. Мы пошли, чтобы молиться за нее. Когда мы вошли к ней домой, знаете, первый шок, что был? Когда мы вошли, мать позвала дочь, дочь спустилась, она была на втором этаже, посмотрела на меня и сказала, тебя зовут Гор? Я сказал, дай, но я же духовный, да? И теперь ты, ты посмотри, что я с тобой сделаю. Сейчас я вот так сделаю такое духовное, и ты просто видишь, что ты еще и мое имя, да, знаешь? Я сказал, да, и вот так уже начинаешь так говорить с другим тоном, да. Она сказала, знаешь, ты месяца назад меня привели в Ереван, в больницу. Мы сказали, в Бангладеще есть одна церковь, там есть служение. Придешь, мы тебя возьмем туда, чтобы тебя, чтобы за тебя там помнить. Сергеич, когда я пришел, когда мы еще были там, вы помните, мы Бангладеще собираемся? Сергеич, когда я пришел, ты был там, ты был на сцене. И я вспомнил, что тебя зовут Гору. Ну, хорошо, что ты вспомнила, Господь, благослови, мы помолились за нее. Я и Марат, на ней спустился мир. И брат Марат с его мамой, они поднялись, чтобы помазать дом маслом, чтобы все злые силы вышли. Я просто сел с ней, я сел перед ней, это был первый этаж, под балконом, и мы говорили, я говорю с ней о Боге. Знаете, что случилось в это время? В это время я понял, почему мы вообще туда отправились. Когда мы говорили, она знаете, что сказала? Она посмотрела в мои глаза, она сказала, я хочу кое-что тебе сказать. В тот день, когда я была в Бангладеше, в тот день, когда я была в Бангладеше, когда я пришла туда, на это служение, я сидела там, ты говорил, а я сказала Господь Бог, если ты есть, если ты меня слушаешь, пожалуйста, сделай так, чтобы этот парень пришел к нам домой, сел передо мной и говорил о тебе. Пришел к нам домой. Слава Господу. Слава всемогущему Господу. Ты понимаешь? Никому не нужно, да? Мы говорим о том, кто, кто, а чаще о ее молитвах никуда не дойдет. Кому это надо? Короткая молитва. Господь Бог, если ты все еще можешь меня слушать, пожалуйста. Я сказал, ты понимаешь, Бог, сколько тебя любит? Ты хоть понимаешь, Бог, сколько тебя любит, что это короткая молитва, которую ты сделал. Два пастора других городов, своими семьями. Он взял их и привел сюда, в эту деревню, под всеми этими пулями, да? Чтобы ответить на твою молитву. Чтобы это короткая молитва. Я столько вещей могу сказать. Знаете, у нее был такой плохой характер, все такое, что Бог, ну, точно не должен был выслушать ее. Мы действительно ставимся фарисеями. Начинаем говорить, Бог не будет его слушать. Кто это? Это просто слеп с рождения. Ты должен учить нас, да? А вот эта девушка, Бог точно ее не слушает. Я говорю, ты хоть понимаешь, Бог перевернул все, чтобы ответить на твою короткую молитву. Просто ответить на твою короткую, простую молитву. Никогда не дооценивай свою молитву. Если молитва этой девушки, Бог, если так ответил на эту молитву, то верь. Тем более на твою молитву Бог ответит. Как Он может ответить на эти молитвы? Но от сердца. Короткая, простая молитва, но от сердца. Знаете, просто подойди к Богу с простыми молитвами и просто верь в свои молитвы. Не надо подходить к Богу. Просто пытаться как Пикассо сделать какой-то шедевр из молитвы. Отец, я прихожу перед твоим величием, привожу себя. Пожалуйста, услышь мою ничтожную молитву, потому что я хочу сказать тебе, что ты действительно такой великий и я не достоин тебя, но, пожалуйста, из неба на блюдечке с голубой каемочкой дай мне ответ. Нет, этого не будет. Знаете, как надо подойти к Богу. Вот как ребенок подходит к отцу, просто тянет за майку, и говорит, дай конфетку. Не хочет нравиться папе, просто пришел за конфетой. Простая молитва. если ты меня слышишь, пусть этот парень сядет передо мной. Она посылает заказ на небо, понимаете? И небо принесет как официант этот заказ. Пусть этот парень сядет передо мной и говорит о тебе, у нас дома. О, да, я забыл сказать. У нас дома, да, у нас дома. Пусть будет. А как он хочет, пусть приходит. Это его проблема? Ничего. Я же не хочу от него это. Я же от тебя это прошу. Все начинается оттуда. Давайте встанем. Псалом 145 Знаете, что написано? Псалом 145 18 Господь близок ко всем призывающим Его, ко всем, кто зовут Его в истине, в правде. Господь близок ко всем призывающим Его. Не надо везти в какой-то храм, вложить свечку, потом дверь, потом два месяца там где-то просто страдать, там оставаться колодом, чтобы Бог тебя слушал. Нет, Господь близок ко всем, что призывают Его от сердца. Призывают Его от сердца. Знаете, что я недавно заметил? Я хочу сказать странную вещь, а потом мы помолимся. Я заметил, что Бог начинает отвечать на мои молитвы. Это странно. Я серьезно говорю, это странно. Я уже пастор лет на 15, но ты уже забываешь, кому молишься. Когда встаешь человек, пожалуйста, помолись за это, помолись за это, быстро, ставь руку, молись за это, во имя Иисуса, будешь стрелён, во имя Иисуса, во имя Иисуса, пусть это исправится. Потом через два месяца кто-то тебя тыкает в спину. Ты помнишь, что у нас случилось? И она говорит, мой муж вернулся, мой муж больше не пьет. Ты помнишь, что ты помолился? И все вот эти проценты банки все закрылись. Я тоже сказал Господь, простите меня. Я забываю, кому я молюсь. Не надо молиться на всякий случай. Не для людей, и не тем более перед Богом. Или для самого себя. Цени свои молитвы. Бог ценит наши молитвы. Однажды я молился за одного брата. Я очень мало так молился. но это молитва. Просто сделала все мое богословие, просто стерла в пыль. Брат пригласил в свой дом молиться. Его ногу отрезали, потому что у него был диабет. Отрезали вот столько от ноги, остальное было просто черного цвета. Они должны были еще отрезать. Я пошел к ним домой, чтобы молиться. Эти дикие люди, когда смотришь, говорят, сейчас тебя ударят. Они говорят лицом, да? Я пришел к ним домой. Он еле терпит, чтобы ты просто ушел. Я поговорил с ним немного о Боге. Я сказал, я буду за тебя молиться. Он говорит, молиться. Я поставил руку, и знаете, что ты не хочешь молиться в это время. Ты знаешь, что это просто процедура, ты делаешь, я буду, сделаю и уйду, потому что они мне объясняют, что нет тут вообще веры, никакой нет. Просто я сделаю это и уйду. То, что должен. Я поставил руку на него, на всякий случай, извините, что я говорю это, и помолился. Я помолился, на всякий случай, я сказал, Господь истиле его. Когда я снял руку, знаете, что случилось? Во-первых, он сразу был исцелен. Все это черное прошло, кровь начала идти быстро. Сразу он был исцелен. Но, знаете, что было интересно? Он открыл глаза и начал плакать. Он начал плакать, сразу он был исцелен. Это было видно изнутри. Знаете, что он сказал, плача? Он сказал, когда ты положил свою руку на меня и сказал, кто этот идиот? Что он хочет от меня? Пусть он быстро закончится и просто уберется отсюда. Не я верил эту молитву, не он. Но есть кто-то, кто верил. Что надо... Давайте поаплодируем его. Он достоин этих аплодисментов. Он достоин этих аплодисментов. Цени свои молитвы. Цени свои молитвы. Псалом 65 говорит, что Бог презирает на нашей молитве. Мы будем молиться, это будет короткая молитва. Мы не будем что-то такое огромное молитвы. Мы просто будем молиться короткой молитвой. Возьми что-то. Возьми одну молитву, одну просьбу. Что ты хочешь сейчас? Просто одно. Не бери два, пожалуйста. Если у тебя есть два ребенка, не бери, чтобы кто-то жил, а кто-то не пошел в армию. Нет, не бери две молитвы. Возьми правильную молитву. Одну правильную молитву, которая у тебя есть в сердце. Которая, знаешь, что? Что ты можешь молиться устами и плакать сердцем. Вот такая молитва, если у тебя есть, возьми. Потому что прямо сейчас мы будем молиться, и Бог ответит. Аминь. Возьми одну молитву, и мы будем вместе молиться. И мы будем молиться, чтобы Господь ответил на эту молитву. Если ты готов, давай будем молиться вместе. Аллилуйя, Небесный Отец. Аллилуйя, Небесный Отец.